Е-е-е Здравствуйте, в эфире прямая линия с Владимиром Путиным. Еще одна прямая линия с Владимиром Путиным. Нет никаких отличий этой прямой линии от предыдущих. Все это просто достало. Это точно. Я с этим не могу не согласиться. Когда экономический кризис закончится? Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать, потому что мне лень. У нас уже десятки тысяч звонков из Челябинска. Люди не требуют ничего сверхъестественного. Просто билет из Челябинска. Владимир Владимирович, как вам отечественная промышленность? Вы знаете, я когда смотрю на производство автомобилей, у меня слезы на глазах выступают. Пальцем тык-тык-тык готовы. Зачем это сделали? Непонятно. У здания нового аэропорта Платов наш коллега Антон Верницкий. Чем уникален этот проект? Если другие аэропорты в России улучшались, реконструировались, то это просто чистое поле, в котором валялся самолет. Почему мы оказались здесь? Здесь ничего нет. Спасите. Пропала связь, к сожалению. Теперь наш корреспондент умрет. Спасти его уже невозможно. И не очень-то и нужно. Владимир Владимирович, последние годы моя жена Татьяна резко увеличилась. Наша жена выглядит очень странно. Борода сальная, жопа колоссальная. Уши торчат, зубов я уже не помню точно, но где-то 8 что ли. И что особенно тревожно. У нее сиськи расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. Но при этом растут быстрее, чем растет экономика. Тем не менее, я ее иногда... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. За это моя жена Татьяна просила вам передать спасибо. Передайте тоже благодарность. Предлагаю посмотреть видео вопрос, который нам прислал Дмитрий Дудкин из Челябинска. Здравствуйте, Владимир Владимирович. В общем, проблема такая. У меня четверо детей. Плюс еще четверо детей. Плюс еще четверо детей. В общем, делаем детей. Выполняем госзаказ на детей. Меня беспокоят, куда дети детей. Что касается детей, я их с удовольствием ем. Каждый день, полтора. И сегодня тоже. В свежем или охлажденном виде. Они действительно это заслужили. Сейчас еще одна точка, где работают наши коллеги. Это Тула, которая проводит уникальные опыты над людьми. Здравствуйте, Москва. Мы находимся в цехе по производству рабов. Сейчас я хотел бы предоставить слово продукции завода. Пожалуйста, Алексей. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я хотел задать вопрос, но мне отрезали нос и я расхотел. Бывает. Ну а сейчас у нас на прямой связи Иркутская область. Лет 20, о ней никто не вспоминал. А сегодня попробуем восстановить связь. Это у вас Иркутская область, да? Да. Я боюсь Иркутской области. Что происходит в Иркутской области, непонятно. Вот сейчас я о чем подумал? Что Иркутской области быть не должно. По каким еще врагам России ударят наши ВКС? Может быть, Воронеж? Естественно. Сейчас на связь с нами выйдет город Нягань. Слово Антону Лядову. Дело в том, что это Россия. Вот, например, Анастасия. У нее родился 40-летний малыш. С крана течет на малыш. Воды нет 30 лет. Вот сейчас мы входим в туалет. Здесь четвертский лет. Вы не хотите ему ответить? А США, по-вашему, нормальная страна. Там мэром одного из городов стал Сатана. И там, вот, между прочим, еще хуже люди жили. Они действительно это заслужили. А у нас в России хорошо, приятно. Дома рушатся. Очень аккуратно. Кому там что не нравится, я лично всех найду. И... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Раунд. И завершающий вопрос. Будет ли еще одна прямая линия с Владимиром Путиным? Готовы ли мы жить с Владимиром Путиным десятилетиями? Естественно. У меня до сих пор привычка есть. Я не могу оставить должность президента Российской Федерации. Я прошу меня извинить, если я не смог ответить на все ваши вопросы. Ваше мнение для меня очень важно. Но не очень-то и нужно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Главное, чтобы любой гражданин мог сесть за репост. Неожиданно для себя. Летом здесь зимнее время. В зимнее время здесь наоборот. Летнее время. Вот, например, Анастасия. В зимнее время. Анастасия. Летнее время. Наоборот, Владимир. Что? В зимнее время. Продолжение следует...